Я уже не говорю, что вот это бесконечное прикрывание голого зада, оно просто неэффективно, оно разрушает государственный механизм и систему управления в стране. Но это же просто аморально. Власть не должна вести себя на глазах всего мира аморально. Да что там мира? На глазах русского народа великого. Она не должна вести себя аморально. Ведь это аморализм каждый день. Вот это эти виноваты, вот это эти виноваты, все кругом виноваты. И конечно радует это то, что сатанисты повержены. Вот возьмем, да, вот открываю, да, РИА новости. Вот сегодня какие новости, да? Российские войска проводят зачистку населенных пунктов в Суженском районе. Да. В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера. ФСБ предотвратило теракт в Цобольске. РИА новости это, напомню, официозные новости, это не ЦПСО. Украинские дроны атаковали Шебекина, есть пострадавшие. В Анапе перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами. Ну надо же какую-то позитивную тоже новость дать. А какая позитивная новость тут? Многодетная семья из трех человек из Америки перебралась в Россию, спасаясь от сатанизма, этого самого и так далее. Ну вот видите, все хорошо. Американцы к нам переезжают, у нас так зашибись. Многодетные семьи переезжают, потому что там же на улицу не выйдешь. Интересно, у этой многодетной семьи, да, у нее три мальчика, да. А долго ли они переехали? Вот это же нам писать не будут. Да даже не важно. Ну как можно вот ставить на один уровень, вот в Белгородской области ввели режим ЧАЭС федерального характера. Зачищают населенные пункты. Семья из трех детей перебралась, значит, спаслась от сатанизма в нашей православной России. Она спаслась. А не дай бог, эти дети пойдут в церковь, где будет служить какой-нибудь Теларион. И куда они спаслись? Теларион же лучше был. Я его очень любил. Мне, конечно, не нравилось, что он взял мамину фамилию, чтобы скрыть национальность папы. Но это его личное дело опять. Ну понимаете, ведь еще что интересно, что помимо вот этой странной ориентации, странной века, если не сказать больше, значит, он же еще чем отличался? Он был патологический антисоветчик и антикоммунист. Патологически ненавидел Советский Союз, Сталина и все, что было с этим связано. Он в церкви выделялся этим. А у этого скота дедушка, один из первых комсомольцев, работника Минтерна, написал великолепную книгу о пятой колонии в Испании, которая студентам просто с восторгом, до сих пор помню мой восторг, когда я думал, блин, человек написал эту книгу в 1938 году, еще война не кончилась. Потом за все остальные годы, там сколько там, 50 лет советской власти, никто и близко не написал подобные книги, даже Киво-Майданник. Этот дедушка был политработником и погиб во время войны. Ну хорошо, ему не нравится еврейская фамилия, но то, что он погиб во время войны, будучи политработником, и, кстати, очень многие политработники погибли во время войны. И вот есть, например, меня поразила в свое время книга памяти сотрудников офицеров СМЕРШа и НКВД, погибших в городе, огромная книга, кстати. Меня поразило, сколько офицеров СМЕРШа погибло в Польше, например, в той же, да? Меня просто поразило. Погибли, да, что поразило, что они были евреи, офицеры эти СМЕРШа. И что их внукам тоже надо было стесняться этих героических слов. Погибли явно от руки вот этих бандитов, которых сейчас Польша объявили героями. Понимаете, вот эта борьба за правду, она идет по всему миру. Она идет по всему миру. И везде националисты переписывают историю. Везде они создают свою версию историю. Якобы из благих соображений. Или благих. Но соображения эти, неблагие и неблагие тем более, это соображения гнилые. Они за этими соображениями скрывают одно. Желание дурачить свой народ националистическими лозунгами, разжигая самые гнусные черты в человеке. Ксенофобию, антисемизм и прочие гадости. И...